Вильнюсе на минувшей неделе был представлен план оборонной политики, целью которого является усиление безопасности города и готовности к возможным кризисам. План включает в себя парк средств контрмобильности, трассу для полетов беспилотников в Шишкине и новые планы эвакуации. Планируется закупить такие меры противодействия движению, как бетонные дорожные заграждения, бетонные зубы дракона и стальные сборные ежи. Цель этих мер – обеспечить большую защиту на въездах в город в случае необходимости и затруднить передвижение потенциального противника. Эти средства будут закуплены в конце этого года, а их стоимость может составить до 1 миллиона евро, сообщил столичный градоначальник Валдас Бенкунскас. На открытом пространстве шишкинских холмов планируется создать трассу для беспилотников. Эта территория будет оборудована взлетными площадками, сетками, ограждениями, препятствиями и подходящей поверхностью для тренировок дронов. Площадка будет открыта для всех желающих и на ней можно будет тренироваться, забронировав время в электронной системе. Осенью столичный муниципалитет планирует обновить планы эвакуации, но они не будут публичными. Также планируется увеличить количество убежищ. В настоящее время в Вильнюсе насчитывается 672 убежища, в которых на короткое время может укрыться около 50% населения. Самоуправление намерено установить 52 дополнительные сирены, предупреждения и выпустить бумажный справочник с самой важной информацией о том, как себя вести в экстремальной ситуации. В планы также входит создание телефонной линии, мобильного приложения и приобретение резервного радиооборудования. Министр внутренних дел Агния Белотейти недавно на своей странице в социальной сети Facebook поделилась личной бедой. Развлечение ее ребенка на батуте закончилось серьезными травмами, переломами и срочной операцией. Специалисты подтверждают, развлечения на батутах чаще всего приводят к травмам у детей. Но это не единственная опасная забава. Летние месяцы в принципе традиционно становятся периодом повышенного риска травм среди детей. И это подтверждают данные, представленные литовскими специалистами. По информации страховой компании «Эрго», наибольшее количество детских травм связано с использованием самокатов, велосипедов, роликов и батутов. К сожалению, такие развлечения нередко приводят не только к ушибам и порезам, но и к серьезным травмам, таким как переломы конечностей, потеря зубов и черепно-мозговые травмы. Летний период характеризуется двумя пиками травматизма – в начале и в конце сезона. В начале лета, когда дети еще не успели уехать на отдых, и в конце, когда они возвращаются в города после каникул, количество травм значительно возрастает. Детский нейрохирург клиники Сантарас Рамунас Раугалас отмечает, что травмы, вызванные падениями самокатов, часто являются особенно тяжелыми, так как дети падают на лицо или голову. Ежедневно в отделении неотложной помощи поступают до 200 детей, из которых около 10-15 обращаются с травмами головы. Кроме того, во время прыжков в воду часто происходят травмы шеи. Ныряние в незнакомые водоемы также может привести к переломам шейных позвонков. Летом также часто фиксируются травмы, связанные с активными видами спорта и играми на улице. Переломы рук и ног, растяжения и разрывы связок – все это становится частыми спутниками детских игр и тренировок. Батуты, ставшие популярными во многих дворах, также представляют опасность, особенно если они используются несколькими детьми одновременно или не оборудованы защитной сеткой. Жители Литвы не доверяют политикам. Наибольшее доверие в прошлом месяце общественность выразила главе страны Гитана Сунауседе. Правда, президенту доверяет всего 22% жителей страны. Второе место по доверию жителей занимает лидер Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкевичутя. Ей доверие выразили 6,7% опрошенных. Третье и четвертое место делят общественный деятель Андрюс Тапинос и баллотировавшийся на пост президента Ремегиос Джамайтайтис. Они набрали по 6,5% поддержки. На пятом месте премьер-министр Ингрида Шаманитя. По данным опроса, доверие премьеру выразили 6,2% жителей. Опрос проводился по заказу новостного агентства «Элта». Автозаправочные станции в Литве сталкиваются с проблемой. Водители воруют топливо. Число таких случаев по сравнению с прошлым годом увеличилось на 250%. Люди заливают в автомобиль столько топлива, чтобы получить только административный штраф и уезжают. Убытки автозаправочных станций исчисляются тысячами евро. Для борьбы с ворами АЗС устанавливает больше камер наблюдения, нанимают охрану, а также учат сотрудников распознавать планирующих кражу людей. В Литве четвертый год подряд число вернувшихся граждан больше, чем эмигрировавших. В прошлом году в страну вернулось почти 18 тысяч человек. Это на тысячу больше, чем годом ранее. Представители МИД Литвы отмечают, что наиболее частая причина возвращения граждан – тоска по родине. В Каунасе будет построен 312-метровый мост через реку Нерис для велосипедистов и пешеходов. Он соединит старый город и район Вильямполе. По словам представителей Каунасского самоуправления, выбранная архитектура моста гармонично впишется в существующую панораму территории культурного наследия. Строительство моста планируется начать в 2025 году. В Клайпиде начинается реконструкция площади Адгимима. Как сообщил мэр Клайпиде Арвидас Вейткус, территория уже ограждена строительным забором, и в ближайшее время там начнутся археологические исследования. Работы займут 30 месяцев. Однако мэр пообещал, что будет контролировать и участвовать в процессах, чтобы они не задерживались, и жители смогли наслаждаться новой площадью уже через 17-19 месяцев. После решения о создании военных полигонов в Тауракском и Шилальском районах и запрета охоты на этих территориях, местные охотники утверждают, что такое решение стало для них неожиданностью. Они возмущены таким решением и недовольны отсутствием коммуникации со стороны властей. Министр обороны Лаурина Скащунас еще ранее заявил, что по поводу создания полигонов могут возникнуть различные обсуждения с охотниками. Но, по его словам, национальный интерес по созданию новых полигонов важнее. Представители общества охотников и рыболовов в Таураке говорят, что в зону одного из планируемых полигонов попадают охотничьи угодья трех охотничьих сообществ и клубов, а запрет на охоту в этих территориях затронет местных жителей. С 1 июля ужесточен порядок приема на работу иностранцев. Желающие приехать сюда на работу должны получить выданный в Литве временный вид на жительство. Как указывает Департамент миграции, с 1 июля здесь больше не смогут работать иностранцы, которые ранее приезжали в Литву по безвизовому режиму или по национальным шенгенским визам или видам на жительство, выданным другими странами. В июне этого года в Литве утонули 20 человек, в том числе один ребенок. Как сообщила представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Саната Кукеня, в этом году пожарные провели 199 спасательных операций на воде. В ходе них были вытащены 59 утонувших, в том числе один ребенок. Спасены 17 человек, в том числе трое детей. В литовских поездах появится третий класс. Билеты будут на 30% дешевле. Компания LTG Link вводит третий класс на маршруте Вильнюс-Клапида-Вильнюс. Билет в третьем классе стоит всего 13 евро 60 центов. Это на треть меньше, чем во втором. Билеты в третий класс начнут действовать с 15 июля, а купить их можно уже с 1 июля. Хотя летний сезон уже в самом разгаре, некоторые компании, работающие на взморье, еще не сформировали. Команды персонала, работающего летом. По данным службы занятости, труднее всего в этом году найти работников кухни, горничных и массажистов. С 3 июля на всей территории ЕС окончательно вступил в силу запрет на продажу пластиковой тары со съемными крышками. Отныне на всей территории ЕС запрещена продажа пластиковых бутылок старого типа, когда крышка не прикреплена к бутылке. Это решение было принято еще в прошлом году, однако до 3 июля этого года действовал переходный период. Большинство компаний, работающих на территории Европейского Союза, уже давно разливают свою продукцию в пластиковую тару нового типа. Комиссия по радио и телевидению Литвы обратилась к платформам Google и YouTube с помощью убрать официальные аккаунты лиц, включенных в санкционный список Евросоюза. Среди лиц, попавших под санкции ЕС, аккаунты на YouTube есть у таких исполнителей, как Олег Газманов, Николай Расторгуев, группа Любе, Григорий Лепс, Юлия Чичерина, Шаман, Вячеслав Манучаров и Полина Гагарина. Согласно действующему в Литве закону о международных санкциях, комиссия может налагать штрафы на юридические лица, нарушающие международные санкции, в размере до 50 тысяч евро или больше, если нарушение продолжается. Если YouTube не удалит аккаунты, комиссия планирует принять правовые меры, говорится в сообщении. Жители столичного района Шнипешкес уже в третий раз на этой неделе зафиксировали разбитые стекла в машинах. Виновники – вороны, которые садятся на машины и разбивают стекла. По мнению местных жителей, птицы делают это практически умышленно. Они берут камешки и бросают их в машины. Один из жителей выразил мнение, что у ворон на деревьях могут быть гнезда, поэтому они кидают камни, думая, что люди представляют для них опасность. Именно поэтому он избегает парковать свой автомобиль под деревьями. Вильнюс вошел в топ-10 самых холодных столиц в мире. Средняя годовая температура здесь достигает 7,3 градуса. На первом месте в списке Улан-Батор, там среднегодовая температура держится на уровне 0,2 градуса, специалисты отмечают, что даже при самом пессимистичном сценарии глобального потепления к 2100-му температура в Литве может подняться на 4-5 градусов. Так что комфортно. Ну а мы вам желаем хорошей новой недели. И если этот обзор вам понравился, то не забудьте его оценить. Поставьте лайк, поделитесь им в социальных сетях и прокомментируйте. Это займет у вас несколько секунд, но значительно повлияет на алгоритмы соцсетей и позволит нам расширить аудиторию. До следующего выпуска и берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин